Друзья, привет! Хотел бы тут, опять же, такую тему затронуть. Здоровье и болевые ощущения в, скажем, тазобедренных, коленных суставах, ну и, скажем, в поясничном отделе дискомфорта. Давайте понимать так, что есть профессиональный спорт, а есть любительский спорт, скажем так, спорт для здоровья, для укрепления мышц, суставов, связок, просто для улучшения самочувствия, для нормализации давления, нормализации холестерина плохого и так далее. Можно факторы, которые определяют ваше здоровье, перечислять бесконечно. Ну и что у нас, какая ситуация происходит? Сейчас спорт очень моден, да, он прямо входит в наш социум большими шагами и занимает достаточно большое время у людей. Это все здорово. Но что мы видим в зале, да? Ребята, которым там, ну давайте так, средний возраст возьмем, то, что я вижу, наблюдаю, это 24-30 и 30 плюс лет. И я как-то смотрю на них и смотрю, что они так серьезно, усердно тренируются, причем не берегут свои ни колени, ни там поясницы и так далее. И потом, когда подходит такой момент, что опа, стрельнуло, заболело, да. Как бы я вопрос техники сейчас не говорю, не обсуждаю. Я сейчас хочу затронуть ситуацию, когда человек в своем хобби хочет достичь уровня профессионала, да. И что мы видим? Почему так происходит? Потому что, скажем так, возьмем любого спортсмена успешного, да. Пик карьеры профессионального спортсмена, неважно в каком он был в виде спорта, это может быть бодибилдинг, опять же. Столько хочу осветить, но хочу уложиться тут буквально в маленький промежуток времени, потому что, ну, как бы и тоже работать надо. И что происходит? Значит, пик активности и успешности в любом спорте, например, давайте возьмем, ну, пускай будет, ну, так, плавание, да. Кстати, сейчас вот этот ЗОЖ и культ тела, там, бодибилдинг, фитнес, шмитнес, он как бы, так, знаете, узко стал формировать мнение людей о спорте. И сейчас многие думают, что спорт это сугубо только бодибилдинг и фитнес, да. Ребят, есть фехтование, есть синхронное плавание, есть плавание, есть бокс, есть тайландский бокс, есть кикбоксинг, есть легкая атлетика. И сейчас, как бы, ну, профессиональные спортсмены, понятно, они там все занимаются узкой специализацией у себя там, да, где-то на каких-то резервах. А мы сейчас говорим просто про нас с вами, про обычных людей, да, которые, там, посещают тренажерные залы, сейчас которых очень много. И, ладно, я тут прямо вообще и в общем, но все равно договорю. Значит, и что мы видим? Человек в 25 лет, скажем, в юности не имел вовлеченности в профессиональный спорт. А вот мы перешли к этой теме, когда можно выявить, когда спортсмен успешен, да. А я вам скажу, это юниоры и до 27 лет. Все, дальше отработанный материал, тебя выбросили, до свидания. Пожалуйста, нет, есть, как бы, единоборство, там можешь прогрессировать, когда хочешь, там, и кто-то до 50, да, если тебе здоровье позволяет. И что получается, что я наблюдаю? Скажем, мой пик активности в единоборствах, в рукопашном бою, в филандском боксе был, где-то приходился на 16-24 года. Вот в этом промежутке я выстреливал. Дальше все, спорт закончился, 24-25, все, я как бы уже закончил выступать. Значит, я вам скажу, что у меня были тренировки по 2 тренировки в день, 6 дней в неделю, да. И сейчас, если мне не удается потенироваться, блин, да я с удовольствием отдыхаю. И получаю этот кайф, провожу время с близкими, с любимыми людьми и так далее, с родными. А что происходит сейчас? Сейчас ребята, которые не имели вовлеченности в профессиональный спорт, тогда, когда это нужно было, они сейчас за счет своего хобби пытаются профессионально ввалить. Так вот, возвращаясь к мнению врача по поводу тазобедренных коленных суставов и поясничного отдела. Это не я сказал, а Мархайям, шучу. Это вот, цитирую, врача, ортопеда, очень известного, фамилию не помню, но это российский специалист. Значит, сейчас наши люди, внимание, очень многого ждут от своих коленей и остальных суставов. Поэтому, ребята, будьте аккуратны, не надо рваться, если вы не профспортсмен. Если у вас не стоит цель какой-то поставить рекорд, выступить на каких-то соревнованиях по какому-то виду спорту, где не нужна серьезная подготовка, не мучайте себя, не насилуйте. Занимайтесь здоровьем. Всем здоровья, до встречи.